Саш, Саш, не ругайся. Вы охранник водных биоресурсов. Я вам покажу, я же говорю, у меня она есть. Покажи мне. Вы покажете, мы уйдем. Подобные ролики все чаще появляются в островных соцсетях. Функции по охране рек берут на себя неизвестные личности. Люди в камуфляже ведут себя агрессивно, не предъявляют документы. Был опыт. Тоже с мужем с детьми приехали, и там тоже такой яденько вылез с автоматом. Причем мы с детьми с маленькими, и он вылез, хотя просто у нас была блесна, не тройник, ничего. А то, что выгоняется речек, я считаю, что это неправильно. Во-первых, мы коренные сахалинцы, мы здесь должны как бы нормально себя чувствовать, мы здесь родились. Я думаю, что и мы имеем право полностью ловить рыбу. В некоторых местах под запретом не только рыбалка. Например, в пригородном претензии могут предъявить за видео и фотосъемку. Рыбу здесь нельзя ловить, я так понимаю. Так, вернемся к другому. Мы не про рыбу. Видеосъемка здесь запрещена. Меня снимают. Вы ко мне подошли, меня снимают. Я понимаю, что вас снимают. Так, сейчас, секунду. Жесткие меры объясняют активизации браконьеров. Действительно, незаконными орудиями лова уничтожают сотни тонн лососевых. Но охранять реки имеют право только официальные организации, имеющие лицензию. У жителей Сахалинской области есть возможность бесплатной любительской рыбалки. По-прежнему, лимит – это три штуки в день на человека. Поймать законные хвосты можно только на специально отведенных местах. Устерики и очепухи к ним не относятся. Здесь за порядком следят сотрудники рыбнодзора. Любителей спортивной ловли и журналистов здесь не выгоняют. Однако улов забирать с собой противозаконно. А можно я три рыбины поймаю? Нет, нельзя. А где можно поймать? На отведенных участках. А ближайшие не подскажете где? Охотские. А вы следите, чтобы отпускали рыбу все, да? Чтобы не было бы браконьерства. А вообще часто попадаются люди, которые браконьерят именно в этом районе? Конечно. А почему не разрешают? Не знаю. Руками, говорит, твои. А на удочку нет. Даже, видишь, блесна толку нет. А какой смысл тогда ловить? Просто потаскать ее. Приятно же, когда она борется. Требование покинуть территорию и побережье реки без предъявления удостоверения является неправомерным. В случае агрессии со стороны незнакомцев необходимо обратиться в полицию. Узнать информацию о разрешенных местах для вылова законных трех хвостов можно в агентстве по рыболовству. Номер указан на экране. Владимир Ильин, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ.